Всем привет! Мы продолжаем цикл наших выпусков, которые посвящены бытовым вопросам в Таиланде, которые не относятся к недвижимости. Сегодня мы решили сделать краткий обзор буквально трех заведений, которые с нашей точки зрения являются интересными, которые не настолько популярны среди туристов, но которые мы очень любим, сами постоянно в них ходим, кушаем и хотим посоветовать вам. Первый ресторан, с которого мы начнем, где мы сегодня позавтракаем, называется, ну среди нас он называется Lighthouse, а по-тайски у него какое-то другое название, сейчас на вывеске прочитаем. Мы находимся в районе набережной Банампур, это на 32-й Сойке на Джамтьен, и это тайская кухня, и здесь преобладает морепродукт. Пошли быстрее кушать! Здесь всегда очень приятное обслуживание, играет приятная музыка, мы вот сидим рядышком с морем, сегодня просто погода не самая удачная, но тем не менее. Меню, первое, что удивляет, это то, как здесь все переведено, несмотря на то, что ресторан тайский, здесь очень хороший перевод на русский язык, причем, ну, ребята вообще не забыли ни про склонения, ни про падежи, то есть часто бывает, приходишь в ресторан, и там переведено просто инфинитивами, и ты не понимаешь, что это такое. Здесь переведено все отлично. На первой же странице, и мы сразу это заказали, это гребешки, запеченные с сыром и шпинатом. Это я рекомендую тем людям, которые сюда придут, обязательно возьмите на пробу. Ну, естественно, по традиции мы взяли тум-ям здесь с морепродуктами, потому что это тайская кухня, и здесь тайскую кухню готовят реально вкусно. И взяли просто попить, потому что у нас сегодня впереди еще пара заведений, еще успеем въесться. Но кухня разная, в основном это тайские блюда, салаты, мясо, морепродукты, есть и пицца, есть и стейки. Там, например, стейки цена 350 бат, пицца 260-220, салат спагетти карбонара 250, баланьеза 220, напитки, как везде. В общем, ценник вполне приемлемый. По тай 150 бат. Я, кстати, этот суп предпочитаю есть, когда чувствую себя плохо. Например, если чувствую, что заболеваю. Я читал много, что том-ям очень полезен из-за всех специй, которые в нем содержатся, из-за имбиря, очень полезен для здоровья. Поэтому я, когда чувствую, что я приболел, сразу ем-тум-ям. Так, теперь гребешки. Ну, люди, наверное, с Дальнего Востока посмеются, особенно с Приморья, потому что там гребешки из таких размеров, что ими, мне кажется, можно в хоккей играть. Но здесь гребешки гораздо меньше в Таиланде, но, тем не менее, приготовлено это очень вкусно. Вообще, вот место, где мы сейчас находимся, Банампур, здесь очень много ресторанов, и все они специализируются именно на морепродуктах. Поэтому здесь, даже если вы придете не в этот ресторан, а в какой-то соседний, я думаю, вы не пожалеете. Здесь, может быть, находится Рыбацкая деревня или еще что-то. Но вот рядышком даже, вот мы сидим слева-справа, от нас находятся пирсы. Поэтому, если хотите морепродуктов, хотите поехать в то место, где мало туристов, мы сейчас сидим, у нас здесь только два стола. Мы, иностранцы, и тайцы сидят. Поэтому это прям место такое аутентичное и очень приятное. Мне это место показал мой друг. Когда я только приехал в Таиланд, мы возвращались с острова Самет и по пути остановились здесь. Мы сейчас находимся территориально буквально, наверное, в 6-7 километрах от Амбассадора. Амбассадор находится вот прямо напротив меня. Здесь, кстати, даже есть небольшой выбор вин. Есть белое, красное. Вообще, я считаю, что этот ресторан прекрасно подойдет для семейного ужина. Я помню, когда я сюда родителей привез, родители сказали, что все очень вкусно, что им все понравилось и приятная атмосфера. Поэтому, на мой скромный взгляд, это одно из тех мест, которые стоит посетить, когда вы приехали в Паттайю. Вот. Хотел еще показать, открыл меню, хотел показать, как называется ресторан. Прапакарн. Банампур. Но мы, опять же, скинем вам локацию. Это 32-я сойка на Джамден. Нормально я тут? Подобрал я футболочку сегодня. Но мы алкоголь не пьем. Вы не подумайте. Это просто содовая слайма. Алкоголь вреден. Это заведение относится по ценовой категории, ну, наверное, к ресторанам. Мы сейчас немножко посидим. Все это провалится, чтобы появилось еще чуть-чуть место. И мы поедем в следующее заведение. Оно будет другое по цене. Оно будет намного дешевле. Но нам тоже очень вкусная тайская кухня. Оно находится у нас на улице Чаепрык и называется Джаена Паттай. Погнали. Вообще, когда мы только прониклись идеей снять что-то про общепит Паттайя, это было очень сложно. Потому что в Паттайе кафе и ресторанов, я, если честно, даже не знаю, можно ли их посчитать, но мне кажется, тысяча наберется, учитывая вот все уличные кафе. То есть здесь практически каждая улица в Паттайе выглядит таким образом. Кафе, прачечная, 7-11, массажный кабинет. Кафе, 7-11, агентство недвижимости, экскурсионное агентство. И кафе вот они идут практически через каждые 100 метров. И было очень сложно определить пул каких-то там заведений, которые мы в этом ролике вам покажем. Безусловно, есть огромное количество других заведений, которые также заслуживают внимания, которые мы любим, которые мы сами ходим и хотим вам порекомендовать. Но у нас на это просто даже времени не хватит. Огромное количество ресторанов, которые мы очень любим, находятся в туристических местах. Например, на Коси Бич есть и Скай Галлери, и Шоколадная фабрика. Но это такие заведения, про которые знают, наверное, многие туристы, потому что они находятся в проходных местах. Ресторан Сиам, Сиам в центре. На улице Топрая тоже огромное количество хороших заведений. Это Sugar Hut, это Indian by Nature, Frazier's. Возле станции автобусной, возле фудмарта, есть Тратори, итальянский ресторан. Есть Майк, мексиканская кухня. Очень вкусная мексиканская кухня находится на 5-й сои Протамнак. В общем, заведений можно просто потратить несколько часов на съемки. Это многочасовой ролик получится. Поэтому не обижайтесь, если мы не выложили ваше любимое заведение. Но вы не стесняйтесь, напишите, пожалуйста, какие кафе, какие рестораны вы считаете интересными, которые вы считаете лучшими в Паттайе. Мы тоже обязательно в них сходим, если мы еще там не были. Мы повернули со второго Джамтиена на улицу Чаепрык. Сейчас справа будет у нас известный в городе проект Seven Seas, Семь морей. И прямо у него, прямо напротив него, находится это кафе, куда мы с вами едем. Сейчас буквально еще 100 метров. Вот ориентиром для нас будет Seven Eleven. Справа идет поворот на Семь морей. А вот слева наше кафе. Это кафе у нас называется Джейнен Паттай. Здесь прямо на первой странице идет Паттай. Это тайская лапша традиционная. Сюда, когда приезжаешь в обед, но в 12-й час, у тебя очень много тайцев и люди берут с собой что-то на вынос. Но, на мой взгляд, здесь не самый вкусный Паттай. Это, кстати, я обожаю это заведение. Это было самое первое кафе, в котором я был в Таиланде, когда я только приехал. Первое, я сказал, что хотим попробовать том-ям. И друзья меня отвезли сюда и сказали, что здесь один из лучших том-ям в городе. И я считаю, что это действительно так. Понятно, что все мы разные, у всех разные предпочтения, но, на мой взгляд, самый лучший том-ям, он здесь. По крайней мере, когда я хочу том-ям, я ему только в этом кафе. Но мы с утра погорячились и съели уже так много, что сейчас, кроме креветок, наверное, ничего не осилим. Креветки, которые нам сейчас принесут, тоже рекомендую всем, если придете в это кафе, обязательно попробуйте. А так здесь традиционно тайская кухня, жареный рис, есть завтраки, естественно, том-ям, есть жареная рыба, курица, морепродукты, но в основном это все тайская кухня, европейская кухня здесь нет. По ценнику, это недорогое кафе, то есть, например, хаупат, жареный рис с овощами, с той же курицей, стоит 50 бат. Креветки, которые мы заказали, 160, том-ям 120. То есть, ценник абсолютно адекватный. В общем, мы посидели, поняли, что в нас еще есть немного места и решили заказать еще покушать. Я взял себе рис с базиликом, свининой и перцем. Это стоит 60 бат. Наш оператор взял рис с морепродуктами, тоже с перцем. Это стоит 80 бат. Также мы взяли на двоих курицу, она стоит 140, и рыбу, она стоит 80. То есть, вкупе за весь обед на двоих мы отдали 360 бат. Ну, еще за креветки до этого 160. То есть, это по факту меньше даже 15 долларов. Лично я очень рад то, что следующее наше заведение это будет бар. И мы там не будем кушать, потому что еще что-то я сегодня точно не смогу съесть. Здесь у нас все. Следующая остановка это бар в центре города на крыше, который называется Пипа. Поехали! Ну что, наша последняя точка на сегодня ресторан пипа он находится на девятнадцатом этаже отеля муд это у нас возле отеля сиам сиам саунд центре сейчас поднимемся на 19 этаж там будет просто бомбический вид здесь очень вкусно пахнет здесь очень крутое меню современное сделано вот в айпаде она разбита на напитки и на еду но и думаю здесь особо не смотрим здесь не сказать что какой-то большой там выход в порциях порции маленькие но подача очень красивая мы сюда пришли ради коктейлей из коктейлей здесь идут как алкогольный так и не алкогольный мы возьмем безалкогольная мохито но здесь также есть и но в основном все-таки алкоголь идет среднем цена там от 250 до 350 бат за один коктейль выглядит все очень красиво но барная карта на небольшая но основные коктейли все-таки здесь присутствуют но основной ради чего сюда приходят все люди это посмотреть на закат и мы сегодня это увидим конкретно это заведение я бы рекомендовал молодежи особенно мальчикам которые хотят произвести впечатление на свою даму короче всем сердцеедам надо приходить именно сюда посмотреть на закат сегодня просто очень облачно я сказал что сейчас будет бомбический закат но его не видно но тем не менее семьей наверное здесь особо делать ничего и с детьми потому что здесь больше люди приходят для того чтобы послушать музыку выпить коктейли посмотреть на город но тем не менее это место заслуживает внимание на сегодня с вами прощаюсь мы познакомили вас тремя заведениями опять же это не самое лучшее заведение ресторане но это те места которые мы советуем для посещения вам если у вас есть свои любимые заведениях вот и я обязательно пишите нам их в комментариях мы обязательно в них заедем и возможно когда-то сделаем еще один выпуск про другие рестораны и кафе в ПТМ вот на сегодня у меня все я с вами прощаюсь и до скорых встреч до свидания